29 июля это у нас утренняя кухня августа августа картофель каша тут готовится рыба на расснять уже пора и на там две минуты должна готовиться лепешки готовятся это тесто называется володина постно и найти тихоныч морковку чистят вот так тут все чинно каша михаил михалыч кальмаев пришел слава богу мир дома сему с миром принимаем я тихо зрение готовит морковь на самом я там уже тереть на самом мелком особенно для глаз карати что много занимается у меня интерес вообще раз а потом вот огурцов сколько раз два ну молодые 5 огурцов это даже маловато за это для одного когда трешь их не наешься пришел велосипед стоит и мне педаль то там делал что нет теперь она не забни будет зажимать спаси христос еще не это ездить сегодня в город завтра сегодня работаю и там не покрыл еще мы вчера вечером сходились бегали быстренько на всякий случай закрыли железом ну а это временно солью закрою я пришел велосипед стоять я не понял ремонтирование я поглядел охота съездить не знаю на насчета подарок послать в город поехал когда ты нормально крутится реально не нормально я даже не заметил где-то это еще в голову рыбил я в огородчик и еще нашел зеленый горошек набил целый карман и думаю я пошлю его в город подарок какой-то взял с собой сумку яблоки вот эти вот яблоки вот эти вот такие вот довольно большие яблоки даже чуть побольше есть уже красенькие вкусные лежу там рыбалка идет где новая раздевалка сделано за ней видно удочки большие длинные я туда велосипед поставил лежу катя глушкова песней еще девочка сидит катя с удочкой она не вижу вытаскивает гальяну я заглянул одни гальяны карпа нету прошлый раз он карпа вот такого вот два карпа да такие больше даже прям большие взять в ладонь вот так вот опустили то мальков нынче купили даже там батюшка сидит а там василиса стоит длинная удочка он за насилийся не видать какие-то резиновые ботфорды у него такие ноги опущенные в воду ну поговорил не у кого-нибудь сорвался такой чуть не вот с этого квашню володину показывать аграр свой сапог самая большая рыба которая сорвалась это точно все рыбаки это знаю то ли это так кажется то ли на самом деле еще яблоко набрал давай угощать угостил пошел а потом в кармане то у меня горошек опять развернулся назад вижу дальше сущность далеко видать это молнии я им говорю вы сидите задом то повернули с юга а то редкий такой сказать момент чтобы с юга ведь отдул роза ветров другая большая счастье дует запада западный и правда домой поехать думаю к вам загляну вот один день как и со дня бывает вот все ну теперь вещь орально помолиться надо доверить что-то как-то не пойму простыл не простыл и кашли думаю надо изменить я знаю что машина можно ее давить сколько хочешь педаль но когда машина уже и заработалася и ты будешь и орвать ты еще не получишь вообще вот так организм и умом своим я такой все как один копал могилу и ну как молодой лопаты взял и через лопаты там из могилы лопату так вывернулся на них-то и ребро сломал то есть он ему 50 с лишним лет а он как будто 18-летний как он спортивный такой-то не рассчитал вот это надо рассчитывать я другой раз забываю что мне уже не 17 лет я заехал к вам думаю надо поспешать иначе меня дождь захватит и дорога скрываться негде это только до дома надо уже мне тут и недалеко тут все 400 метров 450 допустим ладно молоде дает мне ведре ножки бараньи сварил для собаки тут колят и видимо 8 штук до можно а не считал ну понятно с копытцами то но дальше какие вот мои планы такие я сейчас быстро доезжаю еще за околком тут туча идет я успею все как надо и вдруг в руке то мне легче я гляну ведро а ведро почти пустое у ведра то дна нету еще ты сделал а я доезжаю да как напротив коров они это бумага и бумагу на газетку постелила одна нету там же синка которая которая оторвана где-то наполовину на половину нету дна там полностью оторвалась вообще ну да по чем-то палочки положил еще я тороплюсь у меня выше там дождь меня не захватит и вдруг ведро пустое я на велосипед разворачиваю пошел искать ножки эх ты посыльный послал ты меня но я ты взял я жду не мог поэтому не проверяю простите понимаешь ну простите это это понятное дело что уже все наши деньги про не простишь не вернешь сказать я прощаю но теперь мне как вести то дальше то ножки то вареная и бросить нельзя и точно двигается вот меня захватил вот как жизнь меняется ни на чем прям захватила меня встал и стою думаю ничего мне не сделать внезапно обстановка резко изменилась я только что ехал веселый у меня ведро шарик теперь я ему дам остальное в холодильник ша ничего этого нету пустое ведро и я стою как разбитый я тут стою и размышляю надо ехать я давай размышлять еще помолиться прости господи давай что-то искать палочку нашел нашел там отломанная шиферинка туда сунул она закрывает как бы маленько поперёк она не целиком а уперлый в бока ну и до дому довез а шарик меня тут на пути перехватывает и ядра я вот на все смотрю вот сегодня поступили известия в биске от айбийск алтайский край наши какая-то церковь ничего не написано данных таких у меня нету а вот теперь огурец такой чтобы не было семечек у него явных вот теперь быстро вот пока говорю и ты увидишь сколько у меня тут будет воды и все это и пришли они устав принесли там счета и минюст им 10 правил там у них какие-то я до конца не все понял то меню пришли все законно и они нашли по всем пунктам миссионерскую деятельность у них еще регистрация нигде во первых говорили о боге а слушать юрист сидит и юристы пытались привлечь свои вере теперь секретарь который говорила ее они подписали то есть надеть хомут на любого можно я но это понятно и троих там и которая оформляет и она и она видимо и дальше не знаю что там за этим но главные сведения то поступает из интернета данная конкретный город где как и действительно так это можно ну как раньше анекдот был такой вот привязать все к любому можно кому но к телеграфному столбу что выпил все и стакана прокинула мне это головка то наоборот к низу что зарубежным связан провода протянул все столп арестовывается приговорить его к осленству сжечь его привязать все к любому можно к любому это басня крыловая волка и гнева и вот сейчас они которые назывались православными я того что беру там сидели то нет ну я могу сказать что в деле юстиции свидетели его вы вряд ли работают так называемые еще 85 процентов в стране у нас православных а вот теперь они вырвались на свободу там все обман какая-то сказка была раньше считаешь такое дьявол пошел с барином и барином садим скорбь сатаны пищали сатаны мария карельный пишет так и здесь идет да чтоб тебе черт забрал он вот видишь ругается ребенок на кого-то там забери он гордо это сказал он даже не думает ни обо мне ничего мы везде где бы еще не сказали дьяволку вот и глянь на людей это они они ничего не верят не знают вот лишь какие семечки они забивают его в конце вот они семечки я не отбивает и уже не тощится ничего вот это это забил я его в конце а вот крестьяне увидели его идет живоглот паразит этот кровосос да чтоб его черт забрал черт его сразу цап все это от сердца и вот это православное это сейчас когда в церковь ходит это все не это не искренне и не евангельские они не знают евангелие а вот когда теперь они бросятся следить друг за другом доносить на баптистов это настоящее уже вот это истинное православие вылезет это как-то мы были я не знаю в бурле или где-то тут в одном месте ну и нас задержали библиотеки мы пришли по-хорошему а кто-то уже брякнул приезжает уголовную розыск нами беседует это все у нас заснято заснято и ролик получился даже ну и вот он все спрашивает и все мягчает и мягчает а сам не русский какой-то я не знаю кто там калмык или кто что так вы православные православного тогда с нами фотографироваться вышел а сказали что это и голова там свидетели так вы православные так вам куда надо показывает все я подумал ой 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 какая беда какой крови мы харкать будем до для царя то батюшки разницы нету кто это татарин или кто-то он вот так а нам льгот удается почему православные православные все они там православные от президента и жены стоят все православные все почему там сейчас за этого там у них риховский именно из пятидесятников думе уважай человек умный ясно дело и вот этого из ган это студента арестовали и он там за него ходатайствует арестовали накрыли его 50 тысяч платить надо я все думаю вот это в конечном счете чем она за разродиться были беременные горит сеном разродились соломой а вот володя моей ложки то и нету дай-ка сюда а вот она не вижу вот это уже закон яровой сейчас приняли нас пока не касается никак потому что у нас регистрация мы ко всему лояльны молимся за правитель то есть мы ничего не меняем не подлизываемся них властями и кому то есть наша позиция очень четко и ясно но те которые делали то они для чего-то это делали боясь что тайные какие-то заговоры будут против правителей не знаю мне не открыто я знаю только из этого будет обязательно какая-то хотели как лучше а получилось как всегда ничего путного из этого не выйдет кому надо творить пакости они будут творить вот сделали причастие было отдельно вот преломил хлеб христос такую лепешку подал тело моё вина дал выпили вот и все причастие вся литургия я посчитал буквы все посчитал так мне вода его воды маленькая вот когда почистишь так вот так вот хлопаешь это святая вода у нас дай мне на 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 все это вот посмотришь как во что все это выливается как можно любое дело может и закон хорош этот яровой в чем-то я еще тоже не разобрался ну в рот не залазят о чем говорить о христе вот так вот водой польешь и с каплями она все все мыть не надо посмотри что получилось люди сколько это только сколько 45 по тех огурцов и морковка 1 вот все сейчас садимся и все свежие в течение 5 минут надо проезд за стол володя господи благослови нас и помилу господи освети дары твои слабости на молитву очень всех на тебя господи уповает и дальше пищу во благовремени и отверзаешь и ты щедро руку то исполняй всякое животное благоволение слава твою сыну и святому духу ну и ты господи помилуй господи помилуй господи благослови аллилуйя вот мы садимся вот открыто тебя можно показать посмотри какая погода опять начинает накрапывать дождик смотри не попади под дождь кошку посмотри арбуз арбуз чей володя вчера привозили от серафима два арбуза один-то съели от серафима вот к слову сказать а это что там чашки это картофельный отвар картофельный дохмены налей подожди святые воды то берите можно оттуда пить картофельный отвар никогда не выливайте видите как полезно для моих бронхов они по застудил это у нас что икра гальяне да вот из четырех компонентов всегда готовим это помидоры и резать помидоры нужно не так кубиками резать а именно тонкими вот так вот слоями тонкой туда сюда наклони тогда из них много соку выходит соль и растительное масло если оно разрешено 4 и добавляйте и просто ешь и как будто бы не наедаешься настолько вкусно теперь это шнурен нахар володя печет только летят лепешки завтрак никакого мяса у нас нет сколько заплатили за это нисколько сколько сколько нисколько вот тебе пожалуйста получаем много плати много не получаешь ого горячая какая это не пойдет что ты горячая а то гальяна что-то гальяна опять этот завтрак был бы кто-то еще посторонний пригласили бы никита ловит видишь своя рыба не рубля не стоит только работать надо жизнь деревне хороша никита вот вчера остатки пресс рой все-таки где-то улетел матушка это не остатки это а то еще вот он то что успели собрать там как улетел все пчелы улетели ну никита пишет все улетели пчелы все что ли ну не все остальные забирают мед который остался а я вижу колодку какую-то волоком тащил по земле чем в ней ну это к матушке возвращаю это все они улетели оттуда не пустой был да ну а то так тащишь там ни одной пчелы говорю не останется я в окно видел давай садись ешь все пустое все интересно